Итак, Троица. Что же такое Троица? Почему это евреи собрались в этот день в Иерусалиме, и причем их собралось там очень много, еще и с разных народов. В еврейской традиции праздник Шавот, или праздник неделя-недель, 50-й день после Песоха, 50-й день после Пасхи, праздник дарования Торы на горе Синай, когда Моисей зашел на гору, и Господь своим перстом на каменных скрыжалях написал свой закон. Вот они там перед входом церкви остались лежать. Поэтому, когда приходишь, каменные скрыжали, там написано, да не будет я иных богов, кроме Бога. И 10 заповедей, закон Божий, который был дан народу Божьему. И есть много, много разных, разных, разных аспектов этого праздника. Есть много разных нюансов, и один из них в еврейской традиции читается книга Руфь, это встреча Руфи с Воозом, и это пророческие, пророческие то, что мы понимаем. И в нашей христианской традиции, 50-й день, когда все ученики Иисуса Христа были собраны вместе в горнице, и они там находились, что-то произошло, какое-то событие произошло. Я думаю, что об этом нужно прочитать. Деяние апостола, 2 глава, и с 1 стиха мы прочитаем. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречия. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сие говорящие, не все ли галияне? Как же мы слышим каждой собственной речи, в котором родились? Парфиане, Медяне, Еламиты, жителями Сападами, Иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, принадлежащих Киринеи, и пришедшие из Рима, иудеи, и празелиты, критяне, аравитяне, слышанных нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Они насмехались, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все, живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это и есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемой будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аллилуйя! Ну, и дальше там проповедь Петра продолжается, прочитайте сами дальше до конца. Итак, что же это произошло? Родилась церковь Иисуса Христа, поэтому сегодня день рождения церкви Божьей, аминь, церкви Христовой. Они впервые, они по отдельности, когда они ходили с Иисусом, и ученики, они ходили с Ним, и было на кого надеяться, было кому довериться, было у кого спросить совета, было того, кто мог поддержать и вдохновить. Но когда Иисус, после того, когда Он умер, воскрес третий день, и в течение сорока дней Он являлся, Он являлся тем людям, которые искренне любили Его, встречался с ними, общался, оставлял их. И затем, на сороковой день, Он вознесся, и мы, десять дней назад был праздник Вознесения, и Он ввиду их вознесся, и облако взяло их. И уже Иисуса не видел никто здесь на земле. И перед этим мы знаем, что Иисус оставил обетование, что я уйду, но не оставлю вас сиротами, пошлю вам Духа Святого. Придет Дух Святой, придет Утешитель, ну, немножко об Утешителе я позже скажу. И, знаете, и вот, когда они собрались воедино, когда они были в этом ожидании, ожидании того, что Иисус сказал им, не отлучайтесь с Иерусалима. Десять дней в молитве, десять дней в горнице, десять дней вместе. Почему? Знаете, иногда мы собираемся, чтобы решить какие-то свои проблемы. Иногда мы соглашаемся, чтобы порешать свои вопросы. Но есть самая главная проблема и вопрос Бога. Аминь. Бог сказал, почему ты это делаешь? Потому что Бог сказал, почему ты сидишь в этой горнице? Что ты ожидаешь? Этого же никогда не было. Этого никто не видел. Как это будет? Иисус однажды им сказал, примите Духа Святого. Они ничего не почувствовали. Ничего там никакого. Он просто им сказал, и они приняли веру. Хорошо. Но, когда Дух Святой был излит на них, это было свидетельство их единства, согласия, всю свою жизнь посвятить служению Богу. Аминь. Рождалась Церковь Божья. Рождался народ Божий. Согласие, в единстве, в любви. Они были соединены вместе. Молились. И вот, вдруг, внезапно, что-то стало происходить. Небо открылось. Потому что с неба приходит дар. Аминь. С неба приходят благословения. С неба приходят откровения. С неба приходит жизнь. С неба приходит все, что нам необходимо. Аминь. И небеса разверзлись. И, вдруг, шум. Какой-то шум. Стало что-то происходить. Какое-то движение. И не просто, знаете, как иногда на картинах рисуют. Такой язычок пламени, маленький, где-то над головой. Я думаю, что они были все объяты пламенем. Они были объяты этим огнем, который не сжигал. Но этот огонь, который видели, они говорили, вау. Но, прежде всего, их сердца загорелись для того, чтобы служить Богу. Аминь. Крещение Духом Святым – это не просто пару слов на незнакомом языке. Это не просто ты что-то сказал, и все, я уже крещен Духом Святым. Они вышли. Это было великое торжество. Это была великая радость. Это было просто что-то невероятное. Но затем они стали с дерзновением и с ревностью проповедовать об Иисусе Христе. Знаете, Дух Святой, Он всегда будет указывать на Иисуса Христа. Аминь. Церковь Божия, она родилась. И еще одно значение этого праздника – это был праздник приношения первых плодов. Праздник приношения первых плодов. И вот в тот день тысячи людей, они покаялись, они спаслись, они признали в своих грехах, они обратились к Богу. И это были первые плоды Церкви Божьей. Аминь. Слава Господу. Халилюя. За этот великий праздник. Аминь. За этот великий праздник. Это те люди, которые еще совсем недавно, 50 дней назад, ужасные события они пережили. Ужасные события. Их учитель был распят на кресте. Он умер страшной смертью. Воскрес третий день. И затем Он вознесся. И они пережили все эти потрясения. И знаете, они не побежали кто куда. Каждый устраивает свою жизнь. Они продолжали верить Богу. Аминь. Они продолжали верить в Слово Божье. Иисус сказал, не отлучайтесь из Иерусалима. Иисус сказал, я сделаю вас ловцами человека. Иисус сказал, возложите руки на больных, а не будете здоровы. Иисус сказал, пойдете по всему миру. Будете наступать на змеи и скорпионов. Иисус сказал, и они жили тем, что сказал Иисус. Аминь. Друзья, мы должны жить Словом Божьим. Тем, что сказал Иисус. Халилюя. И одна из функций Духа Святого, напомнить нам о том, что говорит Иисус. Аминь. Чтобы мы не забывали. Потому что мы можем помнить, что нам говорили люди. Мы можем вспоминать какие-то рассказы. Можем вспоминать свои веселые истории. Но нам нужно помнить, что говорил Иисус. Иисус, нам не нужно упустить это из виду. Нам не нужно упустить это из своей жизни. Чтобы мы, знаете, жили в неведении. Жили в каких-то своих предрассудках. В своих представлениях. И сейчас я хотел бы, чтобы мы перешли в Евангелие Иоанна. Евангелие Иоанна, 14 главу. Иоанна, 14 глава. И из 15 стиха здесь слова Иисуса к ученикам. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя. Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять. Потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. И вот Иисус перед прощанием со своими учениками, Он открывает им будущее. Он рассказывает им, как все будет происходить. Он говорит, я пошлю вам того, кто будет всегда с вами. Я пошлю вам того, кто будет вести вас, направлять вас, кто будет всегда указывать на Меня. От Меня возьмет и вам даст. Друзья, если тебе кто-то говорит что-то, то, что не указывает, это Дух Святой мне сказал. И если оно не указывает на Иисуса Христа, это не Дух Святой говорит. Дух Святой, Он будет всегда указывать на Иисуса Христа. Дух Святой, Он будет всегда делать акцент на Иисусе Христе. Аминь. Поэтому будьте открытыми. Смотрите, Он прославит Меня в 16 главе, там Иисус говорит, что Дух Святой прославит Меня, от Меня возьмет и возвестит вам. И Он не от Себя будет говорить. В другом месте написано, что Он будет свидетельствовать о Мне. Будет свидетельствовать о Мне. И смотрите, казалось бы, вроде бы Господь уже все сделал, все совершил, все уже сделано, а дело нашего искупления, совершения... Вы знаете, наше спасение совершено им на кресте. Аминь. Мы спасены по вере нашей. Дух наш спасен. Когда мы приходим к Богу, когда мы каемся о своих грехах, мы получаем что? Спасение. Спасение чего? Дух наш спасен. А как же тогда насчет того места Писания? И написано, терпением вашим спасайте души ваши. И дальше апостол Павел говорит в другом месте, чтобы и дух, и душа, и тело были спасены. Аминь. Аминь. Друзья, мы спасены или спасаемся? Да, мы спасены. Дух наш спасен. Аминь. Но душу нашу нужно спасать. Нужно вести к спасению. И Дух Святой, Он ведет нас к спасению. Аминь. Дух Святой, Он ведет нас к покаянию. Дух Святой ведет нас к тому, чтобы вся наша жизнь, она была преображена в силе Божьей. Научит нас всему. Чему нам еще учиться? Если мы уже все знаем. Знаете, человек, который не учится, он умирает. Учиться это не просто приобретать знания. Это не просто приобрести какой-то багаж знаний. Научиться это прежде всего приобрести уверенность. Это не просто чье-то мнение, какие-то предположения. Иисус доверил Духу Святому учить Церковь истине. Аминь. Сегодня даже не все люди могут с уверенностью сказать, да, я спасен. А точно ли твои все грехи прощены? Может, что-то не прощено? Сегодня немногие люди могут сказать с уверенностью, что да, моя жизнь, она полностью посвящена Богу, и я сделал выбор в пользу Бога. Вот Дух Святой, Он как раз и хочет нас, что? Научить. Аминь. Научить, чтобы мы приобрели уверенность. чтобы мы не поверили хитросплетенным басням, чтобы мы не поверили учителям, льстящим нашему слуху, а чтобы мы верили только Слову Божьему. Аминь. И без Духа Святого, поверьте, нам тяжело с этим всем разобраться. А вот и Тот проповедует, а вот и Тот говорит. И там вроде правильно, и там правильно. Знаете, только Дух Святой может дать нам откровение. Аминь. Я верю, что Троица это прежде всего откровение о нашем предназначении. Откровение. Аллилуйя. Это не освящение пучков травы, которые потом убраться. Я вчера пошел на базар, на рынок пошел. Смотрю, ужас. Наверное, все наши луга и балки выкосили. Все завалено. Иду возле магазина, то же самое продают. На каждом углу продают. А что такое? А какой у вас состав? Там повинен будет и любый сток, там повинен будет и то, и то. Состав какой? Вчера у одного батюшки православного прочитал. Не приносите зелень, которую вы не будете употреблять. Приносите укроп, петрушку, сельдерей, мяту, все, что вы употребите. Думаю, молодец. Ты, по-моему, выкашиваешь, что ты... Какой сустав? Троица — это не пучки трои. Троица — это откровение. Аминь. Это Дух Святой. Троица — это жизнь в Боге. Это уверенность в Боге. Это уверенность в том, что ты сделаешь все правильно. Что ходишь в церковь, что молишься, что читаешь Библию, что проповедуешь другим людям о Боге, рассказываешь об Иисусе как великом спасителе. вот что такое Троица? Аминь. Троица — это откровение внутри, которое горит. Это огонь, который внутри горит и не угасает. Это Троица. Аллилуйя. Это жизнь Божья, которая внутри тебя, которая не дает тебе останавливаться. Когда ты видишь чью-то нужду, ты не думаешь, помочь, не помочь, помочь, не помочь, дать, не дать. Ты без промедления делаешь. Ты без промедления, без взвешивания, выгодно, невыгодно, ты просто берешь и делаешь. Аминь. Почему? Потому что откровение, потому что жизнь, потому что огонь, потому что это Бог. Аминь. Который сказал, вселюсь в них и буду обитать в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Аллилуйя. Моего народа. Моего народа. Бог доверил нам свою жизнь. Бог доверил нам все. Собрал нас в церковь и дал все необходимое. Аминь. Аллилуйя. И смотрите, учиться приобрести уверенность. И когда мы какую-то истину овладеваем, знаете, она должна стать нашим достоянием. Аминь. Нашим достоянием. Смотреть на мир, смотреть на Бога. Научиться действовать, как Бог. Научиться так видеть, как Он видит. Аминь. Понимать, как Он понимает. Его, чтобы у вас были те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Аминь. Знаете, крещение Духом Святым, исполнять Духом Святым. Апостол Павел говорит, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И речь не в машинальном воспроизведении. Ну и что, я скажу, Иисус Господь, Иисус Господь. Назвать это значит подчиниться. Если в армии младший по званию, он обращается к старшему по званию, это автоматически означает, его подчинение, он дает ему честь. Говорит, товарищ генерал, рядовой такой-то прибыл. Он назвал его статус. Из-за чего? Из-за подчинения. Аминь. Мы в армии Божьей. Поэтому мы не можем назвать Иисуса Господом по-настоящему, как только Духом Святым. Аминь. Как только Духом Святым. Дальше. Смотрите. Следующая часть. О чем Иисус сказал. Он напомнит вам все, что я вам говорил. Он напомнит вам. Он будет напоминать. Так важно, чтобы наша память она хранила Слово Божье. Чтобы Дух Святой напоминал. Иногда ты можешь оступиться, иногда ты можешь быть где-то на краю плохого поступка, и вдруг у тебя воспроизводится в твоей памяти слова Иисуса, это Дух Святой напоминает тебе, чтобы остановить. Напомнит. Ты можешь быть в какой-то отчаянной ситуации, и тебе кажется, все тебя оставили, все тебя покинули, и вдруг ты слышишь, не оставлю и не покину вас. Аминь. И Дух ты слышишь Слово Божье. Внутри себя слышишь. Не твои физические уши слышат. Но внутри ты себя слышишь. Дух Святой он напоминает. Аминь. Может быть ты думаешь, ну все, заболел, это болезнь, и вдруг ты слышишь, это болезнь не к смерти, а к славе Божьей. Дух Святой начинает говорить тебе. Аминь. Ты слышишь, и Дух Святой напоминает тебе Слово Божье. Аллилуйя. Ты благословенный. Ну, какой я благословенный? А Дух Святой говорит, ты благословенный. Аминь. Пусть наша память воспроизводит от Духа Божьего все, что Иисус говорил. Аминь. Когда тебе нужно идти одно поприще заставлять, а-а-а, ой-ой, ну это же так неудобно, это же так тяжело, а Дух Святой будет говорить, пройди два поприща. Когда у тебя просят одну рубашку, Дух Святой напомнит тебе, отдай вторую. Аминь. когда ты выждум идешь, опять все не вовремя, Дух Святой будет говорить, все вовремя, все вовремя, все хорошо. Пройдешь через это, пройдешь долиной смертной тени, не убоишься зла, потому что его жезл и его посох, он сопровождает тебя. Аминь. Дальше. Вот 26 стих 14 главе Иоанна написано, что утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец Мой, научит вас всему, напомнит вас всему, о чем я говорил вам. Научит, уставит. Теперь давайте сначала утешитель. Знаете, в греческом оригинале там звучит слово параклетос. параклетос. Кто-то на меня смотрит или нет? Или все смотрят, что там с мухой происходит? Это не Дух Святой. параклетос. И знаете, ну мы привыкли, что утешитель это вот тот, который когда нам плохо, он как-то нас будет утешать. Кто так думает? Ну, когда нам плохо, он должен нас утешать. Мы, в общем-то, так, ну, это одна из функций, только одна из функций Духа Святого. На самом деле, вот мы пели песню, да, мы взываем Дух Святой при Дим. Слово параклетос, оно как бы не имеет такого прямого значения. Одно из значений его позванный, вызванный, приглашенный для чего-то, приглашенный для чего-то, для содействия в каком-то деле, для того, чтобы быть адвокатом, то есть адвокатом, быть защитником в суде, вот что значит во всей полноте слово параклетос, но одно, но не все, а в части его. Дух Святой, о котором говорил Иисус, параклетос. Знаете, нам нужен этот адвокат, нам нужен тот, кто бы в нашей жизни защищал Бога. Аминь. Кто бы в нашей жизни, в наших поступках он был на стороне Бога. Аминь. Чтобы нас, когда мы делаем какие-то поступки, какой-то выбор, какие-то решения, чтобы Дух Святой он защищал Божье. Аминь. Защищал Божье. Чтобы Дух Святой говорил Духу нашему, что правильно, что неправильно. Защищал Божье. Чтобы Дух Святой нам нужен этот защитник. Аминь. Нам нужен защитник, когда все нам предстоит явиться перед суд. Аминь. И Дух Святой он будет адвокатом на суде Божьем за нас. Аминь. Аллилуйя. Нам нужен Дух Святой. Нужен нам Дух Святой. Как мы понимаем Дух Святой, Дух Жизни, Дух Свободы, Дух Откровения, Дух Радости. Наш защитник, который защищает Бога в нашей жизни. Зачем Бога защищает? Бог сам себя не защитит. Но почему не всегда мы делаем выбор в пользу Бога? Почему мы не всегда принимаем сторону Бога? Почему чаще мы защищаем себя, мы защищаем свои амбиции, мы защищаем свой эгоизм, мы защищаем свои удобства, как нам выгодно, как нам удобно, но мы не защищаем Бога, мы не защищаем Его жизнь, мы не защищаем Его истину, Его правду. Господи, благослови нас, чтобы мы взыскали Тебя по-настоящему, мы взыскали Тебя, чтобы Ты остался с нами раз и навсегда, чтобы однажды, когда мы придем на суд, Ты был нашим защитником, чтобы Ты в нашей жизни сжег весь мусор, который мешает нам, чтобы этот огонь Духа Святого, Он спалил все наши амбиции, всю нашу гордыню, Он спалил все, что нам мешает по-настоящему посвятить Тебе себя, чтобы мы могли ходить Твоими путями, что мы могли быть собраны в Твою церковь по-настоящему, быть этой общиной, в которой царит Дух Твой, общение Твое, откровение Твое, жизнь Твоя, в которой царит огонь Твой, Боже, благослови, в которой Слово Твое превыше всего, и все в нашей жизни, оно указывает на Тебя, Иисус, что мы посвящены Тебе, что мы преданы Тебе, что мы служим Тебе, что мы ищем Тебя больше всего, Аллилуйя, Боже, благослови, славная невеста, до тех пор, пока мы не станем этой славной невестой, которая не имеет ни пятна, ни порока, ничего подобного, но чтобы она была свята и непорочна, Аллилуйя, чтобы всякий грех, всякая привязанность, они были выкорчеваны, Боже, чтобы мы оторвались от земного, и имели в своих сердцах что-то возвышенное, то, что гаманит нас к небесам, чтобы мы парили в свободе Духа Святого, чтобы мы парили, Господь, поднимались все выше и выше, Бог, во имя Иисуса Христа, мы жаждем исполнения этого, мы жаждем, Господь, чтобы в нашей жизни было вот такое действие Духа Твоего, во имя Иисуса Христа, Господь, чтобы мы оторвались от обыденного, привычного, чтобы мы оторвались от молитв в двух словах, мы оторвались от молитв о самих себе и перешли на новый уровень, перешли на новый уровень ходатайства за народы, за спасение земли, спасение всей страны, чтобы мы перешли на новый уровень своего посвящения, чтобы мы перестали быть посетителями воскресных собраний, но мы же стали частью твоей церкви, мы стали теми, которые скажут вот я, Господь, пошли меня, и когда Бог постучит в мое сердце, когда Дух Святой, Он станет нам говорить что-то, мы не станем противиться, мы скажем Бог, вот я, возьми мою жизнь и сделай что хочешь, мы не станем советоваться с плотью и кровью, мы не воспротивимся небесному видению, мы примем от Тебя, Господь, Бог, мы не пойдем против рожда, мы не пойдем против воли Твоей, но мы пойдем по Твоей воле, мы пойдем туда, куда Ты будешь направлять нас, где Ты будешь вести нас своей мышцей, сопровождать Слово чудесами и знамениями, где мы будем идти и наступать на всю вражью силу, на змей и скорпионов, где мы будем проповедовать Слово Твое всей твари, которая совокупность тинает, ожидая людей, исполненных Духом, исполненных откровения, исполненных видения, Бог, пусть это будет в нашей жизни, Господь, Ты крестящий Духом Святым и огнем, Боже, Ты крестишь нас, крестишь нас, Боже, крести нас, Боже, по-настоящему, взорви эти жизни, взорви нас, Господь, пусть возгорится этот огонь, Духом Святой, мы просим тебя, соверши эту работу в наших сердцах, подними нас выше, к воле Бога нашего, к воле нашего Господа, научи нас, Боже, научи нас, научи нас ходить Твоими путями, напоминай нам Слово Твое, Бог наш, халлилюя, соверши свою работу, то, что Ты взял от Иисуса и Дух Святой, и дай нам, чтобы мы не были разочарованы, чтобы мы не были подавлены, чтобы мы не были угнетенными, чтобы мы имели будущность, чтобы мы имели надежду, чтобы мы имели упование на всемогущего Бога, на всемогущего и святого, на праведного и истинного, чтобы мы всегда были на Твоей стороне, Господь, чтобы мы не свернули ни влево, ни вправо, чтобы мы не свернули, не повернули назад, но взявшись за Бог, мы следовали четко, мы следовали прямо, мы следовали за Тобою во имя Иисуса, халлилюя, Боже, чтобы из этих горниц мы выходили в силе, в помазании, в дерзновении, в ревности, в огне Духа Святого, халлилюя, и пусть этот мир, он крутит пальцем у виска, пусть этот мир, который не может принять то, что Ты даешь, Господи, мы не хотим быть частью этого мира, мы хотим быть частью Твоей церкви, мы хотим быть частью Твоего народа, благослови, Боже, Духом Святым, проговори, проговори, Духом Святым, Господь, сегодня каждому человеку, халлилюя, о, великий Бог, дай оторваться, дай оторваться, знаете, иногда, когда мы говорим, это мир, Иисус сказал, мир не может этого принять, мы думаем, мир, это все те люди, которые за стенами церкви, знаете, иногда и в церкви могут быть мирские люди, люди мира, это не те люди, которые никогда в церковь не ходили, люди мира, это те люди, у которых вся жизнь сосредоточена на мирском, ценности мира, принципы мира, у которых внешне, вроде бы христианин, но внутри, все мирское, один из учеников, о котором писал Баэл, он написал так о нем, возлюбил нынешний век, был учеником, возлюбил нынешний век, ходил, проповедовал, служил, ну что-то произошло, но один глаз смотрел сюда, а другой глаз смотрел на мир, и в какой-то момент, да что, служить Богу, возлюбил нынешний век, друзья, быть единодушно, собранными вместе, можно только тогда, когда ты любишь Бога, больше, чем мир, больше, чем нынешний век, и я думаю, что можно было возлюбить в том веке, смартфонов не было, интернета не было, путешествий не было, что можно было там возлюбить, сегодня столько всего, столько искушений, да, можно полюбить, женщины все были в длинных платьях, не на кого посмотреть было, что он там возлюбил, у нас всегда есть выбор, у нас всегда есть выбор, нынешний век, или будущий, что мы любим? Люби, Господа, потому что все, что с Ним связано, это все наше будущее, аминь, не связывай, никакой воин не связывает себя делами житейскими, это не просто, не речь не о том, что я не должен заботиться о своем доме, ходить на работу там и устраивать там дома, чтобы все был порядок, все остальное, речь не об этом, речь о приоритетах, речь о приоритетах, Дух Святой, проговори, Сима, и тогда звучит призыв, Роман говорит, поиск сокровищ с детьми, там, и думаю, а, это суббота, да нет, в субботу я буду лежать на диване, а, нет, лучше я просто там сам собой, не, мы, ну, в лучшем случае, мы втроем куда мы поедем, с семьей поедем, это нет Бога, это Дух Мира, потому что, когда церковь собирается что-то делать, когда церковь собирается что-то делать, влиять на подрастающее поколение, служить подрастающему поколению, я могу быть в стороне и просто наблюдать, а я могу во всем участвовать, аминь, а я могу в этом участвовать, я могу перешагнуть через свой комфорт, свое удобство, свои какие-то там планы, и сказать, Дух Святой, я послушаю к тебе. Друзья, Дух Святой, он не будет кричать голосом пастора с микрофоном громко в твоих ушах, Дух Святой, он будет говорить, очень тонко, аминь. Песня говорит, все вводимые Духом Божьим. Есть кто? Дети Божьи. Вводимые Духом Божьим. А что такое Вводимые Духом Божьим? Это те, которые следуют туда, куда Дух их направляет. Аминь. А куда Дух направляет? Куда Он тебя направляет? меня Дух направил сварить сегодня борщ. нет. Дух Святой не будете направлять варить борщ или суп. Дух Божий всегда будет направлять тебя, чтобы кого-то спасать, кому-то помогать, кого-то поддерживать, кому-то служить. Аминь. Дух Святой вот туда будет направлять. Дух Святой Он всегда будет указывать на Иисуса Христа. Что такое указывать на Иисуса Христа? Что делал Иисус? Открывал глаза слепым. Сказал, что Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовестовать ищем, открыть темницы, открыть глаза, открыть уши. Вот что делает Дух Святой. Аллилуйя! Вот куда Дух Святой нас направляет. Это всегда будет связано с Иисусом Христом. Он всегда направит нас туда, чтобы мы видели Его славу. Аллилуйя! 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 Аллилуйя!